Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители YouTube-канала Daily Europe Online. У меня в гостях известный исследователь, эксперт из Азербайджана Чингис Мамеда. Здравствуйте, господин Мамедов. Здравствуйте, Михаил Кривич. У вас и ваша аудитория. Спасибо большое. Друзья, я обращаюсь к вам с просьбой поддержать канал и лайками, и подписками, и финансово поддержать канал. Дело в том, что вот только сегодня на канале выходит 5 интервью. Ну вот 5 интервью. Это украинский исследователь Руслан Бортник, политолог, очень известный. Это Валерий Карлович Чичелашвили, руководитель Джосек, центра в Грузии. Это Гарри Табах, эксперт из Соединенных Штатов Америки, в прошлом руководитель координационного центра НАТО в Турции. Это и господин Мамедов, с которым мы сейчас пишем интервью. Это и Шан Вердиан из Армении. То есть вы сами видите, насколько канал активно работает. И, честно сказать, каково было мое удивление, что есть каналы, скажем так, которые зрители поддерживают более активно, чем мой канал, потому что мой канал совсем практически не поддерживают. И я был бы вам признателен. Ну, буквально один-два человека. Я поэтому был бы вам очень признателен. Если вы поддержали финансовый канал, это на самом деле очень важно, потому что не только я работаю над каналом. Над каналом работает фактически четыре человека в разной капэсити, что называется. Поэтому, пожалуйста, друзья, поддержите канал. Повторю, не думайте, что канал может сделать для вас. Думайте, что вы можете сделать для канала. Ну что, господин Мамедов, а мы с вами говорим об Иране, поскольку господин Пизишкиан официально объявлен президентом Ирана. Господин Пизишкиан – азербайджанец. Мы с вами подробно об этом говорили. В описании к видео я приложу ссылочку на наше предыдущее интервью, которое вызвало большой резонанс. И сегодня мы продолжаем говорить про Иран. А тему мы сформулировали так, пойдет ли Иран путем СССР. Господин Мамедов, чтобы нас не уличили в том, что мы накручиваем, почему вы считаете, что Азербайджан, точнее не Азербайджан, а Иран, может пойти путем перестройки системы именно при Пизишкиане? Хотя мы знаем, что главную роль в Иране играют аятоллы. А президенты в Иране – это практически премьер-министры с ограниченными полномочиями. Михаил, рада встрече с вами, с вашей аудиторией. Я в одном из ваших интервью, не со мной, в одном из ваших интервью с другими, вы коснулись того, как относиться к анализу ситуации в какой-то стране, в каком-то месте, что с высоты птичьего полета, с высоты холма и из норы. Мне кажется, в нашей прошлой передаче мы больше прошлись с птичьего полета. И хочется немножко опуститься чуть ниже. Может быть, это не будет, так сказать, высоты холма, но что-то среднее. И мы в основном коснулись больше, скажем, исторических каких-то моментов, предпосылок, которые вели к исламской революции и до нынешних Габаров в Иране. И мне кажется, что лучше всего начать разговор с какой-то определенной вехой. Исламская революция 1978-1979 годов – это веха в истории Ирана, с которой, мне кажется, нам лучше всего начать разговор, потому что это поможет нам понять, что происходит сейчас. Вообще, к сожалению… Господин Мамедов, просьба… Дело в том, что у вас идут чуть-чуть помехи со звуком. Я, предрекая, скажем так, возражения зрителей, я вас попрошу просто ближе сесть к… Ближе? Тогда будет, так сказать, ну… Вот так лучше? Да, вот так лучше, просто чуть-чуть есть помехи, но так намного лучше, чтобы зрители слышали. Хорошо. Значит, вот слово «революция», к сожалению, было очень девальвировано в последнее время. Так называемые цветные революции. Их назвали революциями, добавили слово цветное, чтобы не идти в противоречие с аналитиками, с теорией. Но это не были революции. Это были только лишь смена власти и какой-то внешнеполитической ориентации. Октябрьская революция, да, это была революция. Такой же революцией была исламская революция в Иране, потому что поменялся строй, поменялась власть, поменялась экономика, поменялась политика, поменялась внешнеполистическая и внутриполистическая ориентация. Это был очень важный этап в истории современного Ирана. И вот здесь хочется провести параллели, потому что параллели иногда, как мы коснули в Плошной передаче, они иногда мешают, но могут и помочь. Потому что мы очень хорошо знаем, вы тоже жили в Советском Союзе, и к 70-80-м годах уже прошлого столетия в СССР уже мало кто верил в коммунизм, но институты коммунистической партии, коммунистической власти, они очень крепко еще сидели, скажем так, держали государственный аппарат, управляли страной, управляли экономикой, политикой. И то же самое приблизительно сейчас происходит в Иране. Я вот по своим наблюдениям, мне кажется, что, скажем, вера как таковой в Иране не больше, чем, скажем, в Турции, в Азербайджане, в Центральной Азии, где я был. То есть я говорю те мусульманские страны, в которых я был. Но в Иране это, значит, Исламская республика Ирана, и институты исламские, они, так сказать, очень крепко сидят во власти. И теперь возникает вопрос, а как получилось, что вот эти Исламские институты власти, они, значит, допустили, чтобы вот в Иране каким-то образом этнический азербайджанец стал президентом Ирана. Здесь я опять должен подчеркнуть, что в Иране такое большое количество азербайджанцев, этнических азербайджанцев, что в этом нет ничего случайного. Но разница между пейзешкианом и другими этническими азербайджанцами, которые были и ранее представлены во власти, или, скажем, духовный лидер, который тоже является, Али Хаммане, этнический азербайджанец. Но он никогда не провозглашал себя, не представлял себя этническим азербайджанцем, хотя время от времени, когда ему это надо было во время выборов, при встрече с избирателями, с каких-то публичных мероприятиях, он пару фраз, предложений на азербайджанском языке говорил. Даже один раз призывал ребенка говорить дома на азербайджанском языке. Это несколько лет тому назад. Это стало мемом в интернете. Но, тем не менее, он никогда не заявлял. И теперь становится вопросом, а почему пейзешкиан, мы этот вопрос задали в прошлой передаче, почему пейзешкиан, которого не допустили до воборов в 21-м году, в этот раз допустили до воборов. И здесь, Михаил, я сейчас начал писать статью, я надеюсь, что я ее закончу и поделюсь с вашими зрителями тоже. Вообще-то, если я говорю заранее, обычно почему-то у меня это очень затягивается. Если я не говорю, то гораздо быстрее случается. Но я, в общем, решил поделиться. Я составил таблицу, и вот очень интересная таблица получилась. Отношение к Азербайджану и Азербайджанцам в Советском Союзе после Октябрьской революции и отношение к этническим Азербайджанцам и Азербайджану в Иране после первой революции в Иране 1906-1911 году, которая приняла название Нашрутай-Глабы. Это первая революция Совета, можно сказать, в переводе. И, значит, очень интересно получалось, Михаил, параллели прямо один к одному. Значит, в Советском Союзе два раза меняли и алфавит, наш алфавит. В Иране, так сказать, вообще запретили азербайджанский язык, который до этого был очень хож в Иране. Например, вот Реза Шах Ирана, Реза Хан, который стал Шахом Ирана в 1925 году. Есть его знаменитый визит в Турцию, его встреча с Ататюрком, как раз когда вот этот маленький участок территории от Ирана перешел в Турцию, и вот территория Турции соединилась с территорией Нахичевана. Там небольшой участок, 10-15 километров. И там Реза Хан говорит с Ататюрком на азербайджанском языке. Я хочу подчеркнуть, что Реза Хан не был азербайджанцем. Он воспитывался в кирсидской семье со своим дядей, потому что его отец умер. Но он азербайджанский знал. Это говорит о том, что азербайджанский язык был одним из двух основных языков Ирана. Иначе он его не знал, особенно в военной среде. И, значит, вот я провожу параллель. Азербайджанский язык был запрещен в школах, в общественной жизни, в государственных аппаратах и целиком преследовался. Вторая параллель. Значит, есть трехтомная знаменитая история Азербайджана, издана в сурстанинское время. В этой книге все говорится об алманских корнях азербайджанского народа. Это Албания, один из, кстати, ветвей, один из потоков азербайджанской культуры и идентичности. Но ни слова нет о нашей тюркской идентичности. Вы представляете? Это трехтомная история Азербайджана, на основе которой все уже другие издания Академии наук СССР, азербайджанская СССР, на основе которой все другие книги. То же самое происходило и в Иране. Значит, азербайджанцы представлялись как в свое время персоязычный народ, который потом под влиянием тысячелетней, значит, доминантности династии Ирана, тюркских династий Ирана, вот они поменяли язык. В экономике Тебриз к началу 20 века был самым крупным экономическим, демографическим, то есть самым по населению, по значению городом Ирана. Сейчас Тебриз является всего лишь седьмым городом Ирана. Здесь были объективные причины, потому что граница между Советским Союзом и Ираном – железный занавес. То есть в царское время, несмотря на то, что была царская империя, очень тесное экономическое общение было между Ираном, Каджарским государством и царской империей в российском береге. Но вот железный занавес закрыл, то есть объективная причина. Азербайджан, который был очень важным экономическим звеном в государстве Каджаров, теперь стал тупиком. Но была и государственная политика. Есть очень великолепные исследования, что государственные инвестиции были направлены в персоязычные в основном территории, Тегеран, Исфахан, Мешеды и все остальные. И азербайджанцы вынуждены были эмигрировать. Поэтому во многих местах Ирана очень большая этническое азербайджанское население, потому что инвестиций в Южный Азербайджан не делалось. Потом, значит, я сейчас продолжу, чтобы мысль не сбивалась. В общем, вот эта вся политика была направлена на то, чтобы у азербайджанцев создать своего рода такой комплекс. Да, еще очень важно. И все время принижалось значение тюркских правителей Ирана. Единственное, вот уже совсем невозможно было, Шаха Исмаила Хатари, это сиферический правитель, его невозможно было задвинуть. Но все, что касалось Каджаров, все время, так сказать, принижалось. И в книгах, в литературе, во всем принижалось. И когда я говорил вот с исследователями в Соединенных Штатах Америки, ведущими иранскими специалистами, почему такое отношение к Каджарам? Они же, в общем-то, создали современный Иран. Вот Иран в нынешних границах, они проиграли Российской империи. У меня был ответ, а кто вообще смог противостоять Российской империи Советскому Союзу? Это была одна из двух сверхдержав. Германия не смогла противостоять. Великобритания и Франция не смогли бы противостоять без Соединенных Штатов Америки. То есть вот такая шла целенаправленная политика, принижение роли тюрков. И это продолжалось как между Первой и Второй мировой войне, так и до Исламской революции. И во время Исламской революции, вот это не случайно, что вот эти национальные чувства азербайджанцев и других этнических групп Ирана, они играли большую роль. И вот произошла революция, которая не была Исламской революцией. Там, значит, от правых националистов до левых-левых маоистов все соединились. Но поскольку религиозные институты, они существовали, значит, в Иране можно было закрыть любую партию, неправительственную организацию. И, значит, сын Риза, шаха Магаммед Риза, он это все делал, великолепно делал, но мечеть он закрыть не смог. Это была организованная сила, институтализированная сила, и поэтому во время революции они взяли верх. И, кстати, вот это очень важный элемент. Во время революции, когда Хаммани провозгласил, что должны прийти к власти религиозные лидеры, у него было, так сказать, сопротивление внутри религиозных лидеров. Одним из них был Чазым-Шарят-Магарей. Это тоже этнический азербайджанец. Он, значит, в свое время даже спас Хаммани, потому что, когда Хаммани, еще будучи молодым теологом, еще он не был аятуллой, он преследовался со стороны шаха, и шах собирался его, вообще-то, посадить. Но в Иране есть такое неписанное правило, значит. Есть традиция, так называемая вдасть. Это когда вот любой человек, который преследовала светская власть, это со средних веков, он мог пойти сесть вдасть. То есть вот протест в мечети, и его не имел права, так сказать, светская власть, шах, не имел права его трогать. Потому что это как в среднем века в Европе. Помните, когда вот то же самое происходило, когда, ну, вы знаете, этого самого, из чудовища Нотр-Дама, там тоже он идет, скрывается в церкви. То же самое было в Иране. И Аятулла не писано правило было, что их нельзя было сажать. Ну, Чазым Шарят Мадари вместе со своими сторонниками, они быстро возвели Хаммени в Аятулла, и он уехал в Ирак. То есть была такая вот связь между ними. Ну, Чазым Шарят Мадари говорил, что не надо приходить во власть религиозным лидерам, потому что политика – это всегда компромиссы, это какие-то политические игры, и мы тем самым нанесем удар религии, и религия пострадает. Но линия Хаммени преобладала, и, кстати, вот, исламское руководство пришло к власти. И вот это то, что мы наблюдаем сегодня. Я говорил с многими, значит, выходцами из Ирана за границей, и они все утверждают, что в Иране остаются институты, но религиозность, которая была во время революции 1978-1979 года, что она очень ослабла. Поэтому вот здесь, значит, мы уже наблюдаем… Подождите, господин Мамедов, давайте просто я у вас уточню. Вот я в этой теме дилетант, неофит, и, может быть, скажем, я как раз задам вопрос со стороны человека, который мало понимает про Иран. Вот вы когда говорите о том, что религиозность ослабла с 1978-1979 года, правильно я понимаю, что сейчас в Иране отношение к религии и отношение к идеологии примерно такое же, как было в позднем Советском Союзе, когда все выходили на демонстрации просто по инерции, и никто ни во что не верил. Более того, над этим вначале скрытно, а потом в открытую смеялись и больше воспринимали походы на Первомайские демонстрации уже в конце существования Союза просто как веселое времяпрепровождение, нежели, условно говоря, какую-то идеологическую акцию. И да, и нет. То есть да, потому что религия после Исламской революции была использована в политических целях и против чего выступал как раз в частном шарьат Мадали. Но все-таки есть разница между религией и идеологией. То есть религия как таковая в Иране, она остается, и большинство населения, вы знаете, мусульмане, большая часть шииты, немного суннитов, и есть еще религиозные меньшинства. То есть и да, и нет. То есть нельзя проводить прямые параллели между Советским Союзом и Ираном. Вот это одна из причин. Вы ее совершенно верно заметили. Но, как я говорю, и да, и нет. То есть нельзя проводить прямые параллели и ожидать, что в Иране теперь люди, поскольку они разуверились, скажем так, в политических лидерах, которые являются религиозными руководителями, они теперь, так сказать, откажутся от религии тоже. Нет, этого не будет. Люди до сих пор будут собираться на пятничные намазы, люди будут ходить в мечети, люди будут отправлять религиозные. То есть отказа от религии не будете ожидать, не приходится. Но здесь я хотел бы провести и другие, так сказать, отличия между Советским Союзом и Ираном. Советский Союз все-таки был империей в основном одного этноса. Это, значит, русский этнос, который постепенно-постепенно завалевывал и присоединял территории. Вот отличие Ирана как государства от Советского Союза, что Иран одновременно детище и перс соязычных. Я даже не говорю персов, потому что они тоже разделены на разные народы. Нет как таковых персов. Есть луры, есть мазандаранцы, есть келяки. То есть их много. Бахтияры, но все они вместе можно назвать их персами. И то же самое тюркоязычные. Простите, простите, господин Мамедов, я вот просто, ну, поскольку у нас диалог, что мы далеко не ушли, вы бросили тезисы, обязаны отреагировать. Все-таки я с вами не совсем согласен. Мне кажется, как раз в чем состояла и задумка Ленина, так это в том, чтобы не реинкарнировать Российскую империю, которая строилась на доминировании скажем так, строилась на доминировании одной культуры, там, русской культуры, а создать систему, при которой возможно была культурная реализация, национальное строительство, но в рамках единого политического проекта как к нему не относить Советского СУЗа. То есть поэтому Советский СУЗ часто называют инкубатором нации и, собственно, которая предоставила возможность нациям вырасти, развиваться, дальше получить свои административно-территориальные границы и в 1991 году просто вылупиться из состава Советского СУЗа. Опять же, мы опускаем сталинские репрессии, голодомор, разные преступления советского режима, но по факту в рамках Советского СУЗа произошло формирование и культурных элит, и политических элит, и административно-территориальных границ, и активное внимание уделялось изучению национальных языков. Поэтому здесь, мне кажется, сложно говорить о том, что насаждалась из сугуба русская культура как таковая, потому что даже в руководстве Советского СУЗа, как мы знаем, были украинцы, русские, армяне, грузины, то есть разные другие атмосы. Ну, это же факт исторически. Да, это ваше наблюдение тоже верно, но когда я говорил, я говорил о Российской империи, не о Советском Союзе. Советский Союз как раз уже был новым этапом Российской империи, когда управлять вот именно один этнос уже не мог, и вот коммунистическая идеология, которая выступала за равенство национальностей, она пришла на пользу, она как раз сыграла роль того цемента, который опять помог, скажем, элития, все-таки элита, коммунистическая элита, она смогла объединить Советский Союз. И вы правы, опять ваше наблюдение верно. Особенно в начальных периодах, как не критикуют сталинский период, но вот по моим исследованиям, по рассказам с более старыми людьми, значит, в сталинское время, когда идеология, советская идеология, коммунистическая идеология была сильна, гораздо больше было, значит, возможностей для национального развития. Например, существовали азербайджанские национальные батальоны, существовали. Я разговаривал, значит, русификация гораздо больше проводилась в Хрущевское и Брежневское время, чем в сталинское время. То есть, когда идеология, она была сильна, не опасались национальных движений, но как только начинала ослабевать коммунистическая идеология, как раз в это время национальные, так сказать, с одной стороны усилилось давление центра, что надо ассимилировать и создать единую советскую нацию, говорящую на русском языке, одновременно с этим пошло сопротивление национальных окраинах. И вы помните, когда принималась советская конституция 1975 года, Азербайджан, Грузия, Армения, они настаивили на том, чтобы в конституции наряду с русским языком и эти языки, но только в этих трех республиках, не в Центральной Азии, чтобы национальные языки тоже имели статус государственного. И вот вы правы, и в Иране, теперь я возвращаюсь в Иран. Это же не случайно, что сейчас в Иране я смотрел карту, кто голосовал за Пизяшкиана, за него, и кстати, во время первого тура голосование было 40%, второй тур 49%, свыше 49%. Это обычно нонсенс, обычно на вторых турах всегда бывает меньше голосов, чем на, это обычно в мире, потому что интерес людей падает. А здесь произошло наоборот, пришло гораздо больше людей. В основном пришли люди избирателей из национальных окраин. Это значит Южный Азербайджан, Курдистан, Белуджистан и населенные шиитами-арабами на юго-востоке Ирана. И это не случайно, именно потому, что в Иране сейчас, вот смотрите, ослабло, ослабл ислам, как политическая религия. Либеральная демократия западная, она тоже уже не так привлекательна, как в конце 90-х, начале 2000-х годов. Я это наблюдал, в конце 90-х, начале 2000-х годов в Иране очень сильно была популярна западная культура, американские фильмы, американская музыка, в общем, все, «All living America», как Рамштайн, да, Павел? Теперь этого нет уже, это уже поблекло. И вот мне кажется, именно поэтому в Иране сейчас на первую, на арену вышли вот эти национальные чувства, и поэтому люди проголосовали за Казахстан. То есть, я не хочу проводить прямых параллелей, но вместе с тем определенные, так сказать, эти параллели помогают нам увидеть и схожесть, и разницу. И мой самый главный тезис, что я не жду быстрых перемен в Иране, в отличие от многих, но я совершенно уверен, что в Иране перемены начались. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, комментируйте. Друзья, обращаюсь к вам с просьбой, поддерживайте YouTube-канал финансово, материально, это легко можно сделать, если вы находитесь в Украине, либо Азербайджане, Италии, Австрии, Германии, это можно сделать через PayPal, через там, револют. Если вы находитесь в каких-то других странах, вы можете сделать с помощью криптопереводов, с помощью того же PayPal, в общем, я вам буду благодарен за поддержку. Спасибо. Вот, смотрите, господин Мамедов, давайте я вам кину контртезис. Вот, когда мы говорим о позднем Советском Союзе, то мы понимаем, что, в принципе, после смерти Черненко, а мы помним, что тогда был период, который был аттестован как гонка на лафетах, то есть сначала умер Брежнев, потом умирает Андропов, потом умирает Черненко. И тогда шла борьба между Романенко, руководителем питерского отделения партии, то есть представителя Питера в Политбюро, Романенко и Горбачев. Романов. Между Романовым, да, я говорил с Романовым и Горбачевым. И тогда действительно поддержали Горбачева. Но Горбачев, когда заходил на должность генсека, он обладал абсолютными полномочиями. И дальше то, что делал Горбачев, Горбачев раскачивал систему, хотя в тот момент он считал, что он управляет процессом, но в какой-то момент он потерял управление процессом, и более того, его полномочия начали то, что называется в английском melt and down, то есть начали таять. И уже собственно к 90-му году, да, особенно к началу 91-го, он был практически как английская королева, то есть он царствовал, но фактически ситуация, она была упущена ему за руку, да, то есть национальные республики, самое главное это верховный свет РФССР, да, они по сути руководили процессом и являлись, скажем, белый дом был оппонентом Кремля, да, то есть в лице Ельцина как главы Верховного Света, а потом и президента. В случае с Ираном мы имеем ситуацию, когда у Пизишкиана уже на старте ограниченное количество полномочий, то есть человек, у которого на старте ограниченное количество полномочий, это не человек, который может объявить перестройку, то есть ее может объявить Айтала, но никак не Пизишкиан, потому что если он объявит перестройку, во-первых, его может постигнуть судьба Рейси, как мы понимаем, а во-вторых, у него просто на это нету институционального ресурса, мы же знаем, как функционирует система, то есть условно говоря, в Армении, в Азербайджане, в Украине перестройку может объявить президент страны, президент Зеленский, президент Алиев, премьер-министр в данном случае Пашинян, вот в Армении классический пример абсолютный объем полномочий у премьер-министра, то есть президент Армении, его мало кто знает, но это номинальная фигура, по сути, после реформы, которая была в Армении с Арксяном, соответственно, в Иране у премьер-министра наоборот, у него номинальные практически функции, самое главное у ЕТВ, как же в такой ситуации может быть перестройка, не пытаемся ли мы выдать желаемое за действительное? Конечно, это ваше наблюдение тоже верно, оно правильное, в Иране политику определяет верховный духовный лидер Али Хамминеи, но здесь, Михаил, даже выборы, как они прошли, это же тоже то, чего позволил Али Хамминеи, то, чего он раньше не позволял, значит, это нам показывает, что у Али Хамминеи тоже начали каким-то образом меняться взглядом. Обратите внимание, все последние протесты в Иране, которые происходили на протяжении последних двух-трех лет, они наиболее интенсивными были бы в национальных окраинах, они были бы в Белуджистане, в районах населенных арабами, частично также в Южном Азербайджане. И он, как очень хитроумный, так сказать, политик, мудрый политик, очень хорошо, тонко чувствующий, ситуацию в Иране, я думаю, что он решил выпустить своего рода пан, во-первых, позволить каким-то образом выборам идти, как они идут, во-вторых, зарегистрировал на выборах человека, который, я не знаю, он на самом деле реформатор, либо, так сказать, более лозунгами управлять, мы это увидим по его деятельности, пока еще трудно сказать, и он является этническим азербайджанцем. И вот здесь я возвращаюсь к началу 20 века, когда вот в Иране, который до тех пор, так сказать, руководился и вообще государство держалось на двух этнических группах, на персиях язычных и тюрках, и потом сто лет, так сказать, полного доминирования в основном. И те азербайджанцы, которые были инкорпорированы в систему, включая верховного лидера Али Хаманей, до него, скажем, был Бозорган, который был премьер-министром Ирана, и многих-многих других, частный Шариат Мадари, который был самым уважаемым духовным лидером Ирана, так сказать, в шахский период. Это в первый раз, когда вот нынешний, теперь новый президент Ирана, он в открытую заявляет, что он не просто азербайджанец, но он еще и дома детям говорит, чтобы они говорили на чуркском, на азербайджанском языке. Это своего рода заявление. И второе его, и другие заявления хочу подчеркнуть, Михаил. Значит, когда вот шла 44-дневная война, и еще до войны, он был знаменит тем, что его, скажем, очень ярый азербайджанский патриот обвиняют, почему он не сказал азербайджанская земля. Он выступил в Би-Джи-Иси-Ран, сказал, что это неправильно поддерживать Армению, мы не должны забывать, что Карабах это исламская земля. Он, конечно, не мог сказать азербайджанская, надо представлять ситуацию в Раме, но то, что он заявил, что это исламская земля, говорит о его определенных политических склонностях. Потом он на дебатах с Джалили до выбора он открыто выступил уже за улучшение отношений с западными странами с Соединенным Штатом Америки, он открыто сказал, что он собирается делать определенные реформы в отношении женщин, гендерного вопроса. Конечно, он выставил предвыборное обещание, он что-то обещает делать, но вопрос в том, что до сих пор в Иране эти темы вообще не обсуждались в этом вопросе. То есть в Иране уже вот в начале было слово, как говорится, вот в этих религиозных книгах, в начале было слово, слово уже сказано, теперь сколько времени займет этот процесс, потом качей он формы примет, это уже зависит от очень многих внутренних и внешних факторов, но то, что, как говорится, опять вернемся к Горбачеву, но процесс пошел, понимаете, вот это самое главное. Да, но господин Мамедов, в начале было слово, но слово было Бога и слово было Бог, да, то есть мы понимаем, что слово, не просто слово в начале, слово главного в начале всегда идет, и главное это в данном случае далеко не пизишкиан, возвращаясь к тому, что случилось с президентом России, теперь мы понимаем, опять же, у нас нет доказательств, но мы понимаем с вами одно, что, скажем, крушение самолета Рейси во многом смешало карты тем, кто готовился бы, скажем, выступить с каким-то протестом либо оппозиции в Иране, если бы выборы состоялись в срок, то есть, когда выборы проходят внезапно и на подготовку всего три недели, естественно, что это ситуация на максимально выгодной действующей власти, то есть, власти Айаталы. У нас был пример 2008 года, когда Медведев стал президентом, и многие считали, что это начнется не просто перестройка российско-американская, а перестройка ситуации в России. И действительно, тогда были либерализированы правила, скажем, регистрации партий, какой-то появился общественный дискурс, Медведев ходил с айфоном, танцевал под американские песни, но это все свернулось в тот момент, когда начались болотные протесты, и когда, напомню, Медведев проголосовал, то есть, Россия в Совете Безопасности, он разрешил, санкционировал введение войск и удары по Ливану, то есть, демонтаж, то есть, по Ливии, демонтаж режима Каддафи. Я к чему это вспомнил? Конечно, здесь очень сложно проводить параллели, правкой на географию, работает по одним и тем же лекалам. То есть, мы понимаем, что у нас есть, условно говоря, физишкиан, у которого лимитированный объем полномочий, которого привели фактически к власти для того, чтобы выпустить пар, который пришел на лозунгах перемен, то есть, перемен требуют наши сердца, сердца граждан Ирана требуют перемен. Но, скажем, эти перемены, они могут теоретически зайти так далеко, что следующий человек, который придет на смену физишкиан, если он доживет до, скажем, завершения своих полномочий, это может быть человек совершенно другого склада характера, и это может быть откат, как мы это часто видим в странах, когда система начинает болтаться. Задача администратора этой системы что сделать? Перезагрузить систему. И вот Хамени снова перезагрузит систему. Я не совсем согласен с вами, Михаил, потому что мое основное внимание не на физишкиане. Я рассматриваю физишкиана как следствие, не как причину. Конечно, немножко условное деление, потому что очень часто, так сказать, следствие вдруг само начинает настолько активно действовать, что меняет всю картину, все декорации меняются. Но здесь я почему говорю, что безишкиан скорее всего следствие, чем причина. Причина это те изменения, которые уже начались в Иране, потому что вот это влияние исламской революции, оно ослабевает. Нет уже прежнего такого пиетического отношения к религиозным лидерам. Идет открытая критика, идут разговоры, люди уже не стесняются. Женщины в общественных местах открыто так сказать сбрасывают головной болт, что это их выбор, как им одеваться. То есть очень много проявлений того, что в Иране не просто косметические какие-то процессы идут, в Иране идут очень глубинные процессы. Я, кстати, очень осторожно вообще отношусь и к пизышкиану. Я, судя по некоторым скажем вот ютуб-каналам Турции в Азербайджане уже, так сказать, говорят, что это чуть ли не так сказать уже как-то революционное преобразование. Нет, я думаю, что, во-первых, преобразования будут медленными, не такими быстрыми, они займут время, и как вы правильно заметили, будут откаты, и я не знаю, честно говоря, я не беру на себя смелость утверждать, что то, что случилось с Россией, это, так сказать, не только случайность, меня, я не меру на себя смелость, но, конечно, в любом государстве, если, так сказать, вдруг внутри властных элит происходят какие-то трения, то, возможно, всякие изменения, но, мне кажется, мне кажется, что изменения в Иране будут происходить, особенно, особенно в самом начале, может быть, так сказать, они в начале будут носить косметический характер, но, вы знаете, косметический характер тоже, много косметических изменений, скажем, если делать легкую пластическую операцию, вроде, очень много маленьких косметических операций, а вдруг, видишь, уже совершенно другое лицо получилось у человека, то есть, это тоже, все зависит от того, какие будут эти косметические операции и изменения, и какой характер они примут, мне кажется, будет интересно, вообще, наступает интересный период, и мы вступаем, безусловно, в новый какой-то период мировой политики, и вот эти выборы, которые прошли в Великобритании, во Франции, сейчас в Иране, ожидаются в Соединенных Штатах Америки, то есть, целиком геополитическая картина мира будет меняться, и это интересно наблюдать, и то, что происходит непосредственно в юге от Азербайджана, это тоже заслуживает внимания. Мы понимаем с вами, что, и мы, кстати, с вами, если помните, это было и один из, скажем, тезисов, которые мы либо с вами, либо с вашим коллегой проговаривали по поводу, по-моему, все-таки с вашим коллегой, по поводу Ирана, что по факту Азербайджан в какой-то степени влияет больше на Иран, чем Иран на Азербайджан, просто в силу того, что действительно 40 миллионов азербайджанцев, проживающих на юге Ирана, имеют и сохраняют самоидентификацию как азербайджанцы, а саму правительство Ирана этому не препятствует. Соответственно, не видите ли вы здесь какую-то контрзависимость между Ираном и Азербайджаном? И, скажем, мы понимаем, что география это душа, не только в плане внешней политики, но и в плане внутренней политики, что режим Ирана будет меняться в сторону режима Азербайджана, которая, да, в Азербайджане жесткая президентская вертикаль, но при этом Азербайджан абсолютно вестернизирован, и, скажем, открыт к разным идеям, мыслям, и в Азербайджане все-таки минимальное количество догм. Да, вот это то, что характеризует политику Азербайджана. Может ли Иран двигаться в сторону, скажем так, эволюции на пример именно Азербайджана? Значит, этот вопрос касается того, что в каком отношении находится Азербайджанская республика, республика Азербайджан, где я живу, и Южный Азербайджан, который находится в составе Ирана. Вот Азербайджанская республика и Южный Азербайджан, кажется, мы касались с вами этого вопроса, это сообщающиеся сосуды. И вот сообщающиеся сосуды, так сказать, все зависит от давления, в каком направлении будет двигаться жидкость. И это давление время от времени меняется. Например, после Исламской революции в Иране, вообще всякая революция, она всегда проецирует себя как что-то уникальное, которое хочет осчастливить человечество. И да, очень сильно было влияние Исламской республики, особенно после распада Советского Союза, тем более, что Азербайджан проиграл в Первой Карабахской войне. И я думаю, что одним из соображений вообще руководства Ирана, Али Хамминеи, что допустить, скажем, что этнический Азербайджан станет президентом Ирана, надежда, что Иран будет влиять больше на Азербайджан, чем наоборот. Особенно, как вы сказали, учитывая, значит, большая часть населения этнических Азербайджанцев находится там, территория больше, плюс идеологическая, так сказать, религия. Но мне кажется, здесь может быть у Азербайджанской республики гораздо больше, скажем так, ресурсов влияния на Южный Азербайджан. Во-первых, как вы вначале заметили, в Азербайджанской республике азербайджанский язык является государственным языком, языком, на котором развивается наука, искусство. И на самом деле азербайджанский язык, вы знаете, он был включен в список обязательных языков изучения в специальных школах Соединенных Штатов Америки. Это произошло 3 или 4, до ковида, это, по-моему, был 19-й год. Это свидетельство о том, что уже западные страны придают важное значение, что язык, и я думаю, что они, преподавая азербайджанский язык, они имели в виду не только азербайджанскую республику, они имели в виду и Южный Азербайджан, то есть Иран. Не случайно. Из-за 10 миллионов они не стали бы это делать. То есть азербайджанская республика теперь музыка, например, даже вот на митингах, которые проводил Пязичкян в Южном Азербайджане, там исполнялась песня, песня, сочиненная в Советском Азербайджане, Рашидом, который исполнял Рашид Бейпетов, другие исполнители, то есть очень хорошая песня. То есть культура Азербайджана, которая развилась вот здесь, и я не знаю, знакомы ли будут с таким поэтом, как Шахрияр, Мохаммед Шахрияр, это, значит, самый великий поэт XX века, я думаю, не только для азербайджанцев, но и для Ирана, он вообще-то классиком иранской поэзии считается, он писал на двух языках, на персидском и азербайджанском, и вот его поэма «Эйдар Бабай Асалам», ее в Азербайджане, в республике Азербайджан, все знают, хотя бы несколько строчек для этой поэмы, величий поэт. Он не мог появиться в Иране во время правления Лиза, почему? Потому что язык низвели до бытового уровня, язык не преподает в школах, в университетах, он не является таким, понимаете, богатым языком, чтобы появился великий поэт. Поэтому, мне кажется, влияние республики Азербайджан на южный Азербайджан именно благодаря гораздо более высоко развитой культуре, музыке, я не знаю, образованию, книгопечатания. Сейчас в Иране очень пошел большой процесс знать разницу алфавитов. Мы пользуемся латинским алфавитом, они пользуются арабским, на основе арабского алфавита, которым пользовались на протяжении предыдущих тысяч лет. Теперь очень большое книгопечатание. Книги, изданные в Азербайджанской республике, издают алфавитом, новым алфавитом значить в Иране. И даже я могу себе позволить, Михаил, если, так сказать, время позволяет, и сделать несколько, так сказать, прогнозов на ближайшее будущее. Вот, я начну с экономики. Мне кажется, вот, ускорятся процессы по, значит, коридору север-юг. Потому что это в интересах Азербайджана, это в интересах Ирана, это в интересах России, и Азербайджан будет получать от этого и экономическую пользу, и поскольку это все будет проходить через Южный Азербайджан, то и Южный Азербайджан тоже будет получать от этого пользу. Политика, если мы возьмем политику, я думаю, что в политике, скажем, на Ближнем Востоке мало что изменится в отношении Ирана по отношению, скажем, к Палестино-израильскому вопросу, потому что это такая, вот, такая, скажем так, стержневой вопрос для иранских властей, они, в общем-то, иранскую идентичность строят на этом, на противовоставлении, на том, что они выставляют себя как, ну, защитники всего ислама, и поэтому им будет очень трудно. Но будут определенные контакты появиться между, значит, западными странами и Ираном. И я не знаю, насколько далеко может этот процесс пройти, но он будет идти. Азербайджан и Иран являются прикаспийскими странами, пять стран. Были соглашения между Тегеранская комменция, другие комменции по охране окружающей среды. Я думаю, что вот эти контакты тоже усилятся, и страны будут больше внимания делать совместным действием по охране окружающей среды. Культурный обмен. Например, я думаю, что состоится футбольный матч между футбольным клубом Трактор, Тебрисским клубом Трактор, и клубом Карабах из Карабаха. И я думаю, что это будет очень хорошее такое событие. господин Мамедов. Селение культурных связей. Господин Мамедов. Да. Господин Мамедов, вот сейчас сложилась ситуация, при которой иранская нефть находится под санкциями, периодически. Она находится под санкциями, и понятно, что в условиях, когда российская иранская нефть находится под санкциями, преимущество есть у Азербайджана. И действительно, мы видим, что Азербайджан, как нефтедобывающая страна, усиливает свое влияние на регион, как раз и не только на регион, и в целом на Запад, на Европу с помощью нефти, с помощью прокачки нефти. И в условиях, повторюсь, когда американская нефть запечатана, иранская, российская под санкциями, там она фактически, ну, специалисты лучше понимают, но, как я понимаю, она, по сути, только доставляется с помощью нелегальных танкеров, это все очень сложно, дорого. Ну, азербайджанская такая легальная, белая, что называется, нефть, но белая в том смысле, что она законная. Не вызовет ли это определенную конкуренцию, что любая перестройка Ирана, это снятие с Ирана санкции, а снятие с Ирана санкции, это выброс иранской нефти на рынок, а выброс иранской нефти на рынок, это снижение стоимости нефти, и снижение стоимости нефти, это удар по интересам Азербайджана. Не кажется ли вам, что здесь как раз Азербайджану вот эта вот перестройка в Иране, она была бы невыгодна? Вы знаете, все еще зависит от транспортировки. Уже транспортировка азербайджанской нефти налажена очень хорошо, она идет, так сказать, через Грузию по нефтепроводам. При этом, надо сказать, что на мировом рынке нефти не только Иран, очень много арабской нефти, нефти из Латинской Америки, других источников, поэтому, скажем, увеличение иранской нефти, оно ненамного повлияет, скажем, на стоимость или на прибыль Азербайджана, ненамного. И мне кажется, что, скажем, те выгоды, которые Азербайджан будет получать от улучшения экономических торговых отношений с Ираном, знаете, я смотрел цифры, цифры не очень большие. Значит, кстати, и торговля, несмотря на вот эту риторику, якобы, что Иран поддерживает Армению, всего полмиллиарда между Арменией и Ираном, то же самое между Азербайджаном и Ираном. Не очень большая торговля идет. Поэтому, я думаю, что опасаться не стоит. Азербайджанская нефть как была востребована, она так и будет востребована, особенно в Турции, в Южной Европе. И поэтому, и даже, скажем, снятие санкций с России, если когда-то это случится, то это тоже никак не влияет. азербайджанская нефть была востребована и до вторжения России в Украину. Поэтому, я думаю, опасаться это тоже не стоит. Друзья, спасибо вам большое за просмотр этого видео. Пожалуйста, подпишитесь на канал, прокомментируйте. Напомню, вы финансово можете помочь каналу. И я вас очень призываю этого сделать, потому что канал очень активно работает, и буду признателен за помощь в развитии канала финансового. Спасибо вам большое, господин Мамедов, за это интервью. До новых встреч. Михаил, можно последнюю реплику? Конечно. Я просто, когда вы говорили о Горбачеве, о Романове, я просто хочу здесь запомнить, что одной из первых жертв был Гейдар Алиев. И Гейдар Алиев, с моей точки зрения, был одним из самых выдающихся деятелей Советского Союза. И именно не какие-то политические разногласия, это все, кстати, не соответствует действительности, а просто личная зависть Горбачева к Алиеву как к личности с гораздо более, скажем, широким диапазоном интересов, умений, способностей привело к тому, что, и опять возвращаясь к тому, какую роль играла национальность в Советском Союзе. Особенно в позднем Советском Союзе, если вспомнить, что происходило в Казахстане, в Узбекистане, особенно в мусульманских республиках, это как раз, когда идеология ослабевает, всегда вот такие, к сожалению, цвет кожи, я не знаю, риги, и национальность, они начинают приобретать вот такую отрицательную, им придают отрицательную смысл. Ну, коли вы об этом заговорили, это очень хорошо закольцовывает нашу дискуссию, видя действительно в позднем Советском Союзе очнулись и поняли, что нужно бороться с национальным вопросом, потому что понимали в условиях ослабления системы как раз разлом пойдет именно по национальным контурам, именно поэтому мы помним, что происходило, по сути, в Казахстане специально назначали лидеров неказахского происхождения, что вызывало бурю эмоций, бурю негатива, Алиев пострадал в Азербайджане, просто потому, что он Алиев, и, конечно, в условиях позднего Советского Союза у него не было никаких шансов прийти к власти, в ситуации, когда он, объективно говоря, был более подготовлен, чем Корбачев, ну и так далее, и так далее, то есть, скажем, вот это вот желание уже умирающего Советского Союза с помощью национального вопроса, бороться с национальным вопросом ради сохранения системы, это было самое неудачное решение, которое только могло быть, потому что оно подорвало, собственно, саму идею, которая закладывалась в основании существования Союза. Да, Михаил, вы правы, и, может быть, стоит посвятить отдельную мою передачу как раз национального вопроса. Мне кажется, это было интересно. Давайте, спасибо большое, до новых встреч. Спасибо вам, спасибо, Михаил, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok